Добрый день! Обзор приборов комбинированных Perse 4P и Perse 4M, версия 3.0. Расскажу о том, что изменилось по сравнению с версией 2.0, расскажу о совместимых выносных кнопках серии D, и в частности о выносной кнопке, которая позволяет управлять двумя приборами одновременно. Меня зовут Анастасия. Perse 4P и Perse 4M это приборы комбинированные, которые включают в себя два лазера. Один видимый, зеленого цвета, и второй инфракрасный. Perse 4P и Perse 4M отличаются мощностью. У Perse 4P мощность LCU 18 мВт, у Perse 4M не менее 40 мВт. Все остальное у них одинаковое. Одинаковый корпус, одинаковые режимы, одинаковые органы управления и одинаковая комплектация. Так что сегодня я буду говорить на примере Perse 4M. У Perse 4P все то же самое, только другая мощность. Perse 4M мощнее. Итак, у меня сейчас в руках комплект Perse 4M, версия 3.0. Я на этом канале уже делала обзор с распаковкой предыдущей версии 2.0. Оставлю ссылку на это видео. Там я рассказывала о режимах работы. Режимы работы не поменялись. Поменялись кнопки, которые совместимы, которые входят в комплект. И поменялась вся внутренняя электроника прибора. Почему это было сделано? Мы разработали новую серию кнопок, серию D. Когда мы их разрабатывали, мы ставили перед собой две задачи. Первая задача состояла в том, чтобы устанавливать их напрямую на направляющую базис. Направляющая базис присутствует на наших цевьях серии Sport, Joker и цевьях с литрой U. Такие как B30U, B10U. Вот так она выглядит. Она позволяет облегчить оружие, улучшить эргономику и устанавливать дополнительные аксессуары напрямую на эту направляющую. Теперь сюда можно устанавливать и кнопки, в том числе. Это делает оружие легче, тоньше и удобнее. Если вы спросите, а что же делать, если у вас только планки Пикатинни, я отвечу, что это не вопрос. На планку Пикатинни кнопки серии D тоже устанавливаются. В комплект каждой кнопки входит переходничок, который позволяет установить ее на планку Пикатинни. То есть кнопки серии D устанавливаются и на базис, и на Пикатинни. Установка на базис — это была первая задача, которую мы решили, но она не касается электроники. Вторая же задача напрямую касается — это задача универсальности. Мы хотели, чтобы все наши кнопки были совместимы со всеми нашими приборами. И серия D этот вопрос решает. Теперь все кнопки серии D совместимы со всеми приборами нового поколения. Для этого в них надо было заменить электронику. Новое поколение — это перст-4, 4P, 4M, начиная с версии 3.0. Клещ-1, клещ-2, начиная с версии 2.0. Перст-2, начиная с версии 2.0. Все приборы новых версий совместимы с кнопками серии D. Все приборы новых версий несовместимы с кнопками предыдущих поколений. И кнопки серии D совместимы с приборами нового поколения, но не совместимы с приборами предыдущего поколения. Какое преимущество это дает пользователю? В контексте перста 4M основное преимущество состоит в том, что теперь его можно использовать с двойной кнопкой, которая позволяет управлять двумя приборами одновременно. Это кнопка KVD3-2P. Ранее у нас существовала похожая кнопка двойная для перста 4 и клеща 2, но перс 4M и 4P с этой кнопкой не были совместимы. А теперь они совместимы с двойной кнопкой и можно управлять одновременно этим прибором и подсоединить сюда, например, фонарь в двойном диапазоне, клещ 2. И тогда у пользователя есть двойной лазер, видимый-невидимый, и двойной фонарь, видимый-невидимый, который можно подсоединить к одной кнопке и одновременно при помощи нее ими управлять. Но это не единственная из возможных опций. Также сюда можно присоединить, например, клещ 1 фонарь, либо использовать эту кнопку с перстом 3, клещом 1, с перстом 4, клещом 2, со всеми приборами нового поколения. Об этой кнопке я еще поподробнее поговорю и подключу ее к персту с клещом. Посмотрим, что входит в комплект. Здесь инструкция по эксплуатации на двух языках и алюминиевый цилиндр с изделием. Посмотрим, что внутри. Откручиваю крышечку. Внутри сам прибор. Сейчас на нем установлена тыльная часть для работы на пистолете. В комплект входит и еще одна для работы с карабинами. Поэтому это универсальное изделие, которое можно использовать на разных типах оружия. Вот тыльная часть для работы с карабинами. Также выносная кнопка, КВ-Д2П, переходник, чтобы установить ее на планку Пикатинни. И также зажим-зацеп и кулачковый зажим для установки на направляющую базис. Персты 4М приходят с завода в сблокированном состоянии, чтобы они случайно не включились во время транспортировки. Так что первым делом, что нужно сделать, это разблокировать его. Видите, сейчас кнопки не реагируют. Чтобы он начал реагировать, надо одновременно нажать и удержать две кнопки, расположенные по бокам. Все, он проснулся. Есть боковые кнопки фиксированного режима и задние кнопки, кнопки импульсного режима. Если я нажимаю боковую кнопку, он включается. Нажимаю еще раз, выключается. Нажимаю дважды, включается режим мигания. Если прибор включен, я нажимаю и удерживаю боковую кнопку, то идет ступенчатое понижение яркости. Например, я хочу оставить эту яркость, я перестаю нажимать, потом я выключила, включила снова, и эта яркость запомнилась. Чтобы быстро перейти в режим максимальной яркости, нажму на боковую кнопку дважды. Задние кнопки я нажала, он горит, я держу. Я перестала держать, он не горит. Тактический режим. Чтобы перейти из режима видимого в режим инфракрасный, надо нажать и удерживать одновременно одну боковую кнопку и одну заднюю кнопку. Все, он находится в инфракрасном режиме. Как это понять, не имея в руках ПНВ? Я включаю его, сзади горит светодиодный индикатор синим цветом. Если он горит синим цветом, значит прибор включен и работает в инфракрасном режиме. Если он горит красным цветом, значит он включен и работает в видимом режиме. Разберем режимы с карабинной тыльной частью и в частности режимы с выносной кнопкой. при помощи отвертки откручиваю два винта задней части это винты не вылетайки до конца их выкручивать не надо просто ослабили и вот этот еще чуть-чуть таким же образом мы меняем элементы питания внутри два элемента cr123 устанавливаем другую тыльную часть и закручиваем два винта сзади расположены две кнопки режимов фиксированного и импульсного легко догадаться какая кнопка соответствует какому режиму буква f значит фиксированный буква и значит импульсный также индикатор работы сюда присоединяется выносная кнопка если вы планируете работать без выносной кнопки закройте заглушку чтобы сюда случайно не попала влага для того чтобы сменить диапазон работы с этой тыльной частью необходимо одновременно нажать две кнопки расположенные сзади все мы вернулись видимый режим работы принцип работы кнопок и переключения режимов при помощи них точно такой же как у пистолетной тыльной части мы сейчас попробуем поработать при помощи выносной кнопки комплект входит кнопка kv d2p чтобы присоединить соединяем маленькие красные точки кнопки есть предохранитель собственно буква п название обозначает что у кнопки есть предохранитель от случайного нажатия предохранитель кнопка управления и колесика регулировки яркости один раз нажимаю на кнопку включается еще один раз выключается нажимаю держу тактический режим будет гореть пока не отпущу отпускаю перестает гореть нажимаю дважды режим мигание если изделие включено кручу колесико меняю яркость когда кнопка подсоединена задние кнопки также работают если я поставила на предохранитель то не задние кнопки не кнопки на выносной кнопки не реагирует при этом если я отключила кнопку когда лцу поставлен на предохранитель то он остался заблокированным это способ ввести его в режим транспортировки когда подсоединена тыльная часть для работы с карабинами как же его теперь разбудить надо подсоединить кнопку и снять с предохранителя нажимаю работает как я уже говорила эта кнопка устанавливается на направляющую базис продемонстрирую способы ее установки сейчас на карабине устанавливаем перс 4p версия 2.0 сниму его и установлю прибор более нового поколения устанавливаю на планку пикатине закручиваю винт помогаю себе при помощи отвертки далее необходимо выбрать место на цевье куда будем ставить кнопку я сейчас не рассматривает вопрос точки зрения эргономики или того как максимально эффективно спрятать провода я думаю достаточно интересная тема заслуживает отдельного видео сейчас я буду говорить о способах установки на направляющую базис на планку пикатине на направляющую базис можно установить тремя способами первый способ при помощи зажима зацепа зажим зацеп состоит из пластины и винта м5 на 9 пластина устанавливается с оборотной стороны цевья винт проходит через кнопку через цевьё вкручивается в пластин управляющим большинстве ситуаций этот способ требует того чтобы предварительно мы сняли цевьё я сейчас этого делать не буду думаю это и так предельно понятно второй способ при помощи кулачкового зажима кулачковый зажим состоит из круглой части и кулачка круглая часть устанавливается соответствующим отверстие в кнопки кулачок вкручивается в круглую часть с обратной стороны вкручивать до конца его не надо слегка наживить далее кулачок устанавливается в овальное отверстие на направляющий базис а кнопка позиционируется внутри полозья направляющий базис после этого закручиваем при помощи отвертки при этом кулачок разворачивается на 90 градусов что надежно фиксирует кнопку на направляющий базис это был второй способ третий способ предполагает то что выкручиваем винт который соединяет цевьё с каким-то из верхних кронштейнов и в этом месте устанавливаем кнопку например здесь выкручиваю винт цевьях с направляющей базис используются винты более короткие м5 на 7 для того чтобы поставить кнопку нужен винт подлиннее м5 на 9 вы спросите где его взять а я отвечу что он у вас есть он есть зажиме зацепи выкручиваем его из зацепа устанавливаем кнопку и закручиваем винт установлена направляющую базис переходим от базиса к пикатине верну все как было комплект кнопки как я уже говорила входит переходник на пикатине его надо установить на кнопку переходник выглядит вот так ослаблю винт сбоку чтобы было удобнее установить переходник на кнопку и установлю кнопку на планку пикатине кнопка установлена на планку пикатине базовые функции осветила переходим к расширенным уже упомянутая мною кнопка к в д 3 дробь 2 п она не входит в комплект приобретается отдельно позволяет управлять двумя приборами нового поколения одновременно очень похоже на кнопку к в д 2 п у нее тоже есть переходник на пикатине тоже есть предохранитель тоже есть кнопка управления тоже есть колесико регулировки яркости чего нету в к в д 2 п что есть к в д 3 дробь 2 п этот тумблер тумблер выбора прибора сейчас он находится в центральном положении это значит что работают оба прибора одновременно если вы отклонить справа влево то работает тот прибор в сторону которого он отклонен и есть два провода по два устройства какому проводу какое устройство подключать значение не имеет как вам удобно так и подключайте итак соединю перст 4 м лцу в двух диапазонах и клещ 2 фонарь в двух диапазонах и посмотрим что из этого получится перст 4 м соединяю красные точки и так выглядит клещ 2 соединяю красные точки два прибора присоединены теперь нажимаю на кнопку включения включился лазер включился фонарь если я передвину тумблер в сторону лазера включился только лазер если я передвину тумблер в сторону фонаря включился только фонарь диапазон мы меняем на самом приборе режимы аналогичный режима который я уже демонстрировала в кнопке к в д 2 п приобрести все изделия нового поколения также кнопку к в д 3 2 п другие кнопки серии да и вообще все изделия которые делает зенитка можно на нашем официальном сайте zenitka.ru а также у официальных партнеров список официальных партнеров перечислен на сайте zenitka.ru в разделе партнеры если понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик впереди много интересных новинок пишите в комментариях если остались вопросы а я увижу вас в новых видео и до свидания